Люди, которые мыслят на уровне хочу и хочу. Мамка заставила здесь сидеть, не хочу. Или ой, пацан прикольный за соседним столиком. Пацанчик прикольный сидит, хочу сидеть здесь. Но правильно мыслить, люди, которые добиваются успеха, они мыслят на уровне, а как я могу это использовать? Когда мы столкнулись с пандемией, мы увидели, что есть люди, которые просто провалились и в очень сложную ситуацию попали в связи с пандемией, а есть люди, которые стали больше зарабатывать. Но ваша задача думать, а как я могу это использовать в своей жизни? А как, что для меня это? Мы не следим в соцсетях за умолыми людьми, которые вечно жалуются на жизнь, такие нам не интересны, нам нужны позитивные, успешные, активные, поэтому такое впечатление. Там не нужны токсы. Какие нейтральные темы могут возникнуть? Что такое закрытые вопросы? Это вопросы, на которые мы отвечаем, да или нет. Ну, если я вот так буду рассказывать, как важно поддерживать ВКонтакте, не оценивая, это очень важный момент. Если тебе не нравятся интересы или хобби твоего собеседника, не обесценивай его, не говори, что это какая-то трешовая у тебя. В этом мне очень хорошо помог спорту. Один из нас, друзья, которые тянут нас вниз. Ну, просто у каждого. Не важно, сколько лет человек. И эти друзья, их нужно правильно уметь отсекать, потому что друзья, это не друзья, которые воруют у вас время, воруют у вас здоровье, воруют у вас, знаете, как таким образом деньги. Но это не прямо воровство, это не то, что он в карман залез и забрал. Так. Не в том, что они там какие-то суперумные. Я понимаю, что успех может быть не такой, как нам говорили о нем в школе, как нам говорили о нем родители, извините, если я кого-то там обижен. И успех, на самом деле, может быть легким и быстрым. Для работы нужен опыт. Для того, чтобы получить опыт, нужно много работать. И мы как будто бы все время, нам кажется, что мы находимся в этом замкнутом колесе. Я очень много копил на разные тренинги, там, бывало до двух тренингов в день, там, что-то разные темы я посещал. И по тому, как варить кофе, и по тому, там, как делать деньги. То есть я просто тупо искал себя, но у меня ничего не получалось. Я пытался запускать проект. Я запускал сумки с ушками для девочек. Потом какие-то были шляпные коровки и букеты. Потом были чехлы для мака. Я такой, ну, типа, как я запускаю проект? Я думаю, о, хочу чехол для мака. Ничего нет прикольного, сделаю сам. Делаю сам. О, что-то не идет. Пойду еще что-нибудь придумаю. У меня ничего не получалось, честно скажу. И весь, вообще, весь мой самостоятельный вот этот вот опыт, он был неудачный. У вас полно времени для того, чтобы найти себя. Вы пока что не ограничены. Это ваш самый большой плюс, в отличие от взрослых, которым нужно уже здесь и сейчас зарабатывать деньги для того, чтобы прожить в современном мире. Прохните уже сейчас. Рынок и понять, а что будет востребовано. Немножечко предугадать, что будет востребовано в будущем. Решить проблему других людей. Вспомните, у тебя горе? Я решаю твою проблему. У меня есть выпивка. Помните, да? Тебе радостно? Я решаю твою проблему. Я тебе даю возможность прожить эту радость еще более феерично. Что я делала? Я развлекала. Потому что те знания, которые вы здесь сегодня получите, они легли именно на такое эмоциональное состояние, которое вам в кайф. Потому что наше образование здесь, на этой антиконференции, это гибрид объединения интертеймента и обучения интертеймента. Обучение в огромном количестве вообще направлений. И там, когда происходят изменения, человеку нужно научить этим изменениям. Сейчас у нас автоматизация производства. Кто-то должен научить другого человека, чтобы он это делал. Но если вы будете классными учителями, не важно, чего вы будете учить, то вы всегда будете востребованы. Потому что человек, он начинает ценить свое время. Он начинает, он не хочет уже получать опыт свой самостоятельно. Он идет к ментору. Вы слышали, что очень модно сейчас найди себе ментора, общайся с человеком, который тебе будет помогать. Зачем это? Потому что ты за небольшие деньги сравнительно с тем, что ты потратишь без этого ментора, ты получаешь колоссальный опыт. Ты умеешь еще и предлагать свои услуги, у тебя полная запись. Нет, будешь ходить куда-нибудь в салон и сидеть на маленькой зарплате. Не важно, ты хочешь стать врачом. Ты должен к своей профессии относиться как предприниматель. Когда у меня стал вопрос, я писала программу моей школы лидерства для подростков, когда для меня стал вопрос, что важно в программу по лидерству включить еще и профориентацию, я сделала так. Я поняла, что тесты, ну да, мы даем тесты, мы много узнаем о себе, но на самом деле тесты не работают. Я предложила детям писать бизнес-план по той профессии, которую они выбирают. Каких-то сфер, где уже много конкурентов. Ну и из-за того, что на криптовалюту все поперлись консультировать по криптовалюте. Но сначала это было вообще, это был голубой океан, там никого не было. И те, кто заходили туда первыми, они были вообще супер успешными. Блогеры. Какие блогеры сейчас успешные? Те, кто начали 10 лет назад. Субтитры сделал DimaTorzok